МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Коктейль Молотова для предпринимателя. Ночью совершена попытка поджечь гараж. Ледовому в ноябрьске быть первый камень в строительство дворца заложат этим летом. И с юбилеем поздравить коллектив издательского дома Благовест с 20-летием пришли его первые сотрудники, друзья и первые лица города. От искры загорится гараж. Сегодня ночью неизвестные попытались поджечь двухэтажный гараж одного из ноябрьских предпринимателей. Мы побывали на месте происшествия. Осколки от одной из двух бутылок с зажигательной смесью еще валяются у дверей гаража. Вторая бутылка, та, что не разбилась, сейчас в руках полиции. Геннадий Гуцалов, чьи ворота перелетел к коктейлю Молотова, говорит, что материальный ущерб имуществу минимальный, только дверь подкоптилась. Просто в этот момент в гараже находился родственник. Сегодня позвонил ночью, позвонил мой тесть, который сегодня остался здесь ночевать, и сказал, что произошел поджог, поджог дверей. Он выскочил голый, как отдыхал, все забросал снегом, сам немножечко обжегся. Ну и вот потом вызвали милицию. Примерно четыре месяца назад у Геннадия точно таким же способом сожгли машину. Уголовное дело заведено, но о результатах следствия ему ничего не известно. Между тем, говорит мужчина, по городу идет слух о поджогах дорогих иномарок, чьи владельцы, так же, как и Геннадий, занимаются бизнесом. Этот случай не единственный, и поэтому я решил обратиться к общественности, привлечь внимание к этому вопросу. Случаи такие происходят у нас в городе регулярно. И, насколько я знаю, они все происходят с предпринимателями. Поэтому не знаю, что думать, не хочу никого обвинять, и фактов никаких нет, но это злой умысел, и с этим надо что-то делать. То, что Геннадию некого подозревать в поджоге, наверняка затрудняет работу полиции. Однако каких-либо комментариев по этому вопросу правоохранительные органы не дают, и опасаются, что у неизвестных поджигателей могут появиться последователи. Коммерсант же уверен, что все подобные происшествия не случайны. Также он утверждает, что ему никто не угрожал и не выдвигал никаких требований. А еще он призывает всех потерпевших от огненных злоумышленников объединиться и искать вместе, кому это выгодно и кто за этим стоит. Ирина Пасихина, Виталий Харченко, новости нашего города. Добавлю, случаи возгорания автомобилей в нашем городе уже далеко не редкость. Более того, они происходят с пугающей чистотой. Так только с начала года, а прошло чуть более месяца от огня, по различным причинам пострадали 10 машин. Буквально вчера в поселке Су-952 полностью сгорел автомобиль ВАЗ-21099 на месте. Огнеборцы были уже через 5 минут после вызова, но спасти авто не удалось. От него осталась лишь искореженная груда металла. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Квартиросъемщик убил хозяина. Преступление было совершено в ноябрьске осенью прошлого года. Одинокий мужчина сдал комнату в своей квартире уже немолодой семейной паре. Примерно через 2 месяца совместного проживания между соседями произошел конфликт, в результате которого квартиросъемщик сильно избил хозяина. Пострадавший попал в реанимационное отделение больницы и через 10 дней скончался. Было возбуждено уголовное дело, по которому ноябрьский городской суд уже вынес решение. Изначально подсудимый вину в совершении преступления признавал полностью. После совершения преступления, непосредственно после того, как доставили потерпевшего в больницу, им была написана явка с повинной. Он прошел судебное медицинское освидетельствование. Он был допрошен в качестве подозреваемого. Далее, от своих показаний он отказался в качестве обвиняемого вину в совершении преступления, не признал. При рассмотрении уголовного дела в суде он уже не признал свои показания, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого. Судом он признан виновным в совершении указанного преступления. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В России могут появиться юношеские водительские удостоверения. Они будут выдаваться 16-летним подросткам. Эту идею российские эксперты в области подготовки водителей подсмотрели в Германии, где юноши и девушки, достигшие 17-летнего возраста, получили возможность сдавать на права и управлять автомобилем. Правда, с некоторыми ограничениями водительское удостоверение в Германии можно получить уже в 17 лет, но ездить самостоятельно можно будет только после наступления совершеннолетия. А до этого времени в поездках юношу или девушку в обязательном порядке должен сопровождать родственник, имеющий как минимум 3-летний водительский стаж. По данным статистики, находящиеся под присмотром подростки практически не попадают в аварии, а в будущем ездят гораздо аккуратнее тех, кто получил права после совершеннолетия. А вот Союз пешеходов России предлагает установить в городах скорость движения 50 км в час. По мнению главы этого союза Владимира Соколова, такая мера позволит спасти жизни многих пешеходов. Это предложение было озвучено на круглом столе представителями общественных организаций. 50 км в час обусловлены тем, что даже в законодательстве за превышение скорости до 10 км в час водитель не наказывается. За превышение от 10 до 20 км предупреждение или штраф 100 рублей. И только после превышения скорости на 20 км в час может последовать ощутимое наказание. Соответственно, по городам при ограничении в 60 км народ ездит со скоростью около 80, если пробки не мешают. А вот если ограничить скорость до 50 км в час, то, по мнению общественников, автомобилисты будут ездить в большинстве своем не быстрее 70 км в час, сообщает российская газета. Вчера вечером прошла первая в этом году рабочая встреча главы администрации Жанны Белоцкой с депутатом Тюменской областной думы, начальником департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергеем Белкеем. Они подвели итоги работы за прошлый год, а также обсудили планы конструктивного сотрудничества в 2013 году. Одним из его главных пунктов остается развитие спортивной инфраструктуры Ноябрьска. Напомним, при содействии «Газпромнефти» в прошлом году из 26 построенных на Ямале спортивных объектов, 6 были введены в эксплуатацию в нашем городе. На текущий год запланировано строительство полноценного стадиона, многофункциональных спортивных площадок, а также возведение большого ледового комплекса. Под его строительство уже выделен земельный участок в 9 микрорайоне. Проект планировки готов, впереди процедуры межевания и постановки на кадастровый учет. Ожидается, что уже в начале второго квартала будут проведены все подготовительные работы для начала строительства, а в июне здесь будет заложен первый камень будущего ледового дворца. Известно, что он будет носить имя «Авангард», и здесь будет работать одно из подразделений сети спортивных школ одноименного хоккейного клуба. Кроме того, во время встречи Жанна Белоцкая и Сергей Белке подчеркнули важность работы в рамках стратегии развития микрорайона «Вангапуровский». Это наш микрорайон города Ноябрьска, и он не должен быть в стороне. Сегодня прорабатываем мало того, что реализуются те проекты, которые идут по соглашению. Сегодня прорабатываем какие-то еще возможные варианты, то есть смотрим все, что можно сделать для того, чтобы все-таки жители такого отдаленного и неотдаленного, далекого и недалекого Вангапуровского все-таки чувствовали себя единым целым с жителями всего города Ноябрьска. Я уверен, что у нас это все получится совместно. Безусловно. Ну и хочется еще сказать, что на самом деле, конечно, да, чтобы жители микрорайона «Вангапуровского» чувствовали нашу заботу, потому что я помню первую встречу Сергея Васильевича с жителями города, и потом он приехал ко мне, и первое впечатление, которое было, и желание, конечно, это благоустроить микрорайон «Вангапуровский». Поэтому я думаю, что мы эту работу продолжим. А сегодня состоялось очередное заседание Полицовета местного отделения партии «Единая Россия». В повестке дня были обозначены 10 вопросов. Среди ключевых – избрание Совета сторонников партии и реализация программы «Народный контроль». на территории Ноябрьска. Обсудили присутствующий и новый проект, который планируется запустить в регионе. Он направлен на поддержку детей-сирот, а называется «России важен каждый ребенок». Статистика говорит, что сегодня в детских домах по всей стране содержатся сотни тысяч детей, хотя каждый из них может найти семью. И помочь в этом – главная задача проекта. Говорили члены партии и о работе депутатов-единороссов в общественных приемных. На мой взгляд, так, как бы мне хотелось, и я думаю, что многим партийцам и представителям полицовета, чтобы все-таки их работа была более активной, более прозрачно, направлена лицом к людям, чтобы депутаты не забывали, что они являются представителями населения города Ноябрьска, его защитниками. Это очень важно. В шести российских регионах превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ, в том числе и на Ямале. Об этом сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. И это несмотря на то, что, по данным Роспотребнадзора, нынешней осенью и зимой прививки против гриппа сделали более 37 миллионов человек. В нашем регионе ОРЗ и гриппом болеют около 6,5 тысяч человек, 144 госпитализированы. Причем Ноябрьск – лидер по числу заболевших. С гриппом и ОРЗ здесь слегли почти 1400 человек. В большинстве случаев страдают младенцы и дети до 6 лет. На эти категории приходится треть зарегистрированных случаев заболевания. Далее коротко о спорте. С золотом и бронзой в родной город вернулись ноябрьские спортсмены с чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу. Соревнования с 28 января по 3 февраля проходили в Тюмени. Мерили силой в областной столице более 360 тяжелоатлетов со всей страны. Сборная Ямала насчитывала 20 человек, 9 из них – ноябрьцы. На этих соревнованиях наилучших результатов добился наш Кирилл Круть. Он завоевал золото в своей весовой категории до 53 килограммов, поставил 4 рекорда России и вошел в сборную страны. Теперь спортсмену предстоит поездка в США на чемпионат мира по пауэрлифтингу, который пройдет в августе. Правда, до этого времени Кириллу и его тренеру еще предстоит найти необходимые для поездки 150 тысяч рублей. В этом году мне удалось поставить 4 рекорда России. Это в приседе, в жиме лежа и в становой тяге и в сумме. То есть в сумме всех трех упражнений. Присел со штанговесом 215 килограмм, пожал 140 килограмм и потянул 220. Проблемы есть со спонсированием. Хотелось бы так сказать. Спортивная школа, конечно, она делает все, что может, но за край бюджета она тоже вылезет никак не может. Помимо пауэрлифтинга есть и другие виды спорта, в которые тоже нужно вкладывать средства. Мы это, конечно, все понимаем. Мы пытаемся искать спонсоров. Мало, конечно, кто откликается на эти зовы помощи, так сказать. Ну и нередко бывает такое, что мы часто ездим за свой счет. Вот, к примеру, приведу в 2010 году на чемпионат мира в Чехии. Я брал кредит, чтобы поехать на эти соревнования. Издательский дом «Благовест» перешагнул 20-летний рубеж со дня образования. За годы становления бурного и интенсивного развития в нем случилось немало ярких и важных событий. А само информационно-издательское предприятие, созданное по приказу Виктора Городилова под определенные корпоративные задачи тех лет, из структурной единицы «Ноябрьскнефтегаза» выросло в самостоятельную современную мультимедийную компанию. Поздравить тех, кто сегодня работает в «Благовестии» и тех, кто стоял у истоков его создания, в кинотеатр «Русь» пришли коллеги, друзья, первые лица города и региона. Счастья вам, удачи, благополучия и, безусловно, творческого роста и процветания. Пусть у вас всегда будут эксклюзивные, интересные репортажи, так, чтобы зритель ваш всегда захватывающе смотрел вас, любил, ценил и, безусловно, всегда вам был благодарен. С юбилеем, с днем рождения, с 20-летием! Я хотел бы пожелать компании «Благовест» серьезных перспектив, серьезного развития, любви народа, потому что реально люди все-таки делают какие-то свои выводы, делают свои впечатления о жизни, исходя из того, что им и как им преподносят со страниц газет, с экранов телевизоров. И на самом деле они верят. Верят тем людям, которых они видят на экранах. Верят журналистам. И вот я хочу пожелать, кроме вот таких производственных успехов, мира, добра, чистого мирного неба, над головой, любви всем, кто сегодня работает в «Благовестие», кто работал в «Благовестие», кто находится рядом с «Благовестием». От имени коллектива «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» поздравляю вас и всех работников издательского дома «Благовест» с 20-летним юбилеем. Благодаря профессиональному коллективу, журналистов газеты «Слово нефтяника», студии «Телеэкспресс», жители города следили за победами и достижениями нефтяников, а издательство удивляло своим творческим подходом к созданию полиграфической и сувенирной продукции. Сегодня «Благовест» представляет собой предприятие, способное выполнять самые сложные информационные задачи. Мы уверены, что в будущем наши партнерские отношения будут развиваться и совершенствоваться. Желаем вам новых свершений, удачи и благополучия. Пусть все планы предприятия и его работников непременно реализуются. Павел Иванович Крюков, генеральный директор Открытого акционерного общества «Газпромнефть» на «Ябрьскнефть» Ну а тем, кто стоял у истоков создания «Благовеста», кто работал в последующие годы, но уже сменил род деятельности, были вручены памятные медали и высказаны слова благодарности. А в подарок показан фильм «Воспоминания» о том, как все начиналось. В буквальном смысле с первого кирпича. Вот этот фильм, который вы сделали, он просто вот всколыхнул все прошлое. Действительно, все эти моменты, я их проживала, и поскольку я была не только в полиграфическом бизнесе, но я сначала и полиграфией занималась, потом была отсеком слова «нефтяника». То есть мне это близко, мне эта жизнь близка. И куча воспоминаний, и куча всех наших тусовок, которые проходили вне рамках непосредственно работы. То есть у нас была и своя как-то общественная жизнь, и все это настолько ярко, настолько захлестывает воспоминания, что просто нет слов. Очень много вспомнила приятных моментов, когда смотрела фильм. Я порадовалась за коллег. В каком смысле? Ну, мне понравилась прямота и смелость Стаса Грубина. Мне понравился в эфире Сергей Берзин. Это был, наверное, один из лучших ведущих в ноябрьске. Мне понравилась теплота Натальи Перминовой, которая тоже, видимо, сейчас переживает также те воспоминания, которые на нее нахлынули. В общем, это лучшие годы, и я хочу сказать, что 10 лет своей трудовой биографии я посвятила благовесту, и для меня это, конечно, не бесследно прошло все. Ну, что такое благовест? Благовест – это действительно, Ольга, вот «Живая права» была, это уникальное такое сообщество. А если вспомнить самое начало, я думаю, вот тогда мы и заложили вот этот камень, фундамент благовеста, почему он до сих пор и стоит. Потому что, вот знаешь, нам называется «Хлеба не надо, работу давай». Вот в таких условиях работали. Поддержки не было, по сути, сами друг друга поддерживали. Денег не было, преференций не было. Никаких почитаний не было. То есть, в принципе, работали за совесть. Вот как Вася говорил, Максимов, типа, правду, правду и только правду. Вот мы на этой правде и выезжали лет пять, пока совсем стало не в продых. Судились, бились. Там, знаешь, ну, в общем, Зои Космодемьянские, конечно. Я поздравляю здательский дом «Благовест» с 20-летием. Это, на самом деле, я считаю, такая круглая уже дата, где можно подводить какие-то, ну, не то что итоги, а видеть результаты. И я желаю процветания «Благовесту», чтобы всегда был в этом дружный, сплоченный коллектив, потому что по себе знаю, что коллектив, которым я работала, он был дружный, сплоченный, единый. И желаю также творческих успехов, процветания, я уже сказала, подъема вверх, хороших результатов и побольше хороших заказчиков. Кстати, фильм о том, как строился «Благовест», как начинали работать на словом «Нефтяника» и новостями нашего города, о том, как пытались закрыть наш издательский дом и переоборудовать его сначала в баню, а позже в детскую библиотеку, и о том, как выстояли журналисты тогда и каким издательский дом стал сегодня, вы можете увидеть на канале «Новости нашего города» в Ютубе. Это была завершающая информация выпуска. Через несколько секунд прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. До свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сандверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 7 февраля в Алькарте снег. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Температура минус 18 градусов. В Муравленко небольшие осадки. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура 15 градусов ниже нуля. В ноябрьский временами снег. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура минус 16 градусов. Температура минус 16 градусов.